Мы для себя выработали некую универсальную практику. Мы делим по как раз подходам к оценке возврата инвестиций функциональные блоки ситуационного центра, в зависимости от типа ситуационного центра, и получаем следующую картинку. Там, где мы работаем с оперативным реагированием, с разрешением инцидентов повторяющихся, кризисных ситуаций, имеющих некие измеримые объемы потерь, мы работаем против рисков. То есть, в принципе, модель рисков и сокращение потерь благодаря оперативному реагированию и обеспечению и поддержке, допустим, бригад и процессов ликвидации ЧАЭС, все это позволяет нам вполне счетную метрику получить для оценки эффективности этого блока. То, что касается поддержки процедуры управления, то есть все обеспечивающие сервисы, начиная от поручения документа оборота, кончая поддержкой дежурной смены, планированием всевозможными хелперами для аналитиков, здесь мы имеем прямые сокращения трудозатрат. По крайней мере, в теории можем их посчитать, если не имеем обратную картину, когда эти трудозатраты растут. Здесь тоже применимы вполне стандартные модели для оценки. То есть, в одном случае мы работаем против рисков и против сокращения убытков, а в втором случае против затрат. Соответственно, там, где у нас уже начинается поддержка мятирешений ситуационным анализом, возникает там некая первая сложность. Здесь нам нужно разрабатывать какие-то оригинальные модели, каждый раз разрабатывать определенное экономическое обоснование заказчикам, большая сложная история. Но появился с некоторых пор маленький хелпер у нас, это такая категоризация на три подхода к оценке эффективности инвестиций на этом участке. Мы для себя заметили, что можно относительно просто посчитать эффект в трех случаях. Первое, когда поддержка принятия решений осуществляется благодаря объединению и анализу сведений из различных, часто не смежных, допустим, направлений, предметных областей. То есть, мы анализируем ситуацию, допустим, по дорожному строительству, не в рамках изучительного дорожного строительства, но также накладываем, даже не обязательно без предварительного анализа скрытых взаимосвязей, накладываем данные смежных, возможно, смежных, то есть, с наличием кросс-интересов других ведомств. Ну, например, сегодня посмотрим пример со здравоохранением на эту тему. То есть, дорожное строительство плюс здравоохранение. Какой нам этот эффект дает? Собственно, в попытке замапить интересы разных ведомств, о разных направлениях, мы получаем набор кейсов первого класса. Кейсы второго класса – это когда у нас уже есть некая наработанная модель, предоставляющая разные сценарии развития событий в зависимости от текущих данных. То есть, мы понимаем, что у нас есть раз, два, три, четыре, пять моделей того, что может быть с каким-то объектом управления, и мы должны отреагировать в зависимости от того, какая из этих четырех ситуаций нас устроит во времени. То есть, происходит мониторинг, дальше будет пример, я поясню чуть наглядней. Идет время, меняются входные данные, меняется экономическая обстановка, демографическая обстановка, социально-экономическая обстановка. Мы можем отреагировать на эти изменения сразу, если мы понимаем, какой эффект это изменение окажет на текущую ситуацию, скажем, в налогообложении, как нам будет дальше. И именно информационно-экономическая система институционного центра дает нам возможность отреагировать немедленно. Задержка с этой реакцией – это упущенная выгода. Вот оценка упущенной выгоды – это как раз основа для второго сценария. Третий сценарий – это накопление исторических данных по типовым ситуациям, которые можно использовать для оптимального планирования в будущих периодах. Ну и, соответственно, примеры. То, что я говорил, где строить дорогу, через какой город сейчас нам проложить из пункта А в пункт Б магистраль, или облагородить какой набор подъездных путей к данному поселку. С учетом соседнего поселка, с учетом подъездных путей к лесу для обеспечения пожарной безопасности. Мы принимаем решения, они для нас по затратам, в принципе, равновесные. Но если мы посмотрим на данные здравоохранения, мы увидим, что у нас есть достаточно значимый фактор смертности от того, что бригада СМП не доезжает за 20 минут, не довозит больного, потому что у нас рядом алюминиевый завод, потому что там у нас много в итоге сердечников. Соответственно, если мы проложим дорогу именно между поселками, а не между поселком и лесной зоной, мы получим возможность улучшить те магистрали, по которым ездят бригады скорой помощи, и, соответственно, сократить среднее время доезда, спрогнозировать некое, ну вполне конкретное выживание наших налогоплательщиков и экстраполировать это на вполне счетный налоговый доход от дожития. По поводу сценария номер два, здесь рассматривается предоставление организациям пониженной ставки налога на прибыль для того, чтобы, собственно, обеспечить регистрацию этих организаций, возможно, физически находящихся в нашей области, именно в нашей области, а не в соседних, где они подпадают по условиям, благодаря которым имеют пониженную ставку процента налога на прибыль. Нам интересно это сделать так, чтобы мы в итоге все-таки увеличили совокупный налоговый доход. То есть у нас есть некие условия, которые мы должны учесть. Первое условие – обязуем сейчас, в соответствии с госпрограммами, тех юрлистов, которых мы льготируем, гарантировать переподготовку кадров, гарантировать наличие оборудованного медкабинета, ну и набор других условий по разным вариантам. Соответственно, разные варианты условий, разные сценарии. Соответственно, в зависимости от типа предприятия, оно имеет для нас разные последствия в смысле налогового дохода. Разный оборот, разная прибыль, разные экономические вообще характеристики у этих девяти видов предприятий. В итоге складывается некий, в данном случае складывается как раз девять сценариев. Что если мы льготируем АЗС, что если мы льготируем мебельную промышленность, которая открывает медкабинеты, что если мы льготируем просто мебельное производство, без доп. условий и так далее. И исходя из текущей ситуации, система моделирования нам показывает, если мы сейчас льготируем АЗС, прибыль будет нулевой. Если мы сейчас льготируем мебельное производство, прибыль будет вполне ощутимой. Ну, больше, чем, по крайней мере, затраты, связанные с потерями от того, что ставка все-таки снизится. Поэтому, как только эта история переломилась, с учетом обратной связи от бизнес-сообщества, с учетом текущих оценок экспертных, как только переломилась, сразу принимаем решение без задержек. Потому что каждый месяц задержки – это упущенная выгода. И третья иллюстрация – это как раз про оптимизацию на основе данных в прошлых периодах. Здесь у нас структура расходов на меры пожарной безопасности в сельской местности. Собственно, у нас есть четыре, допустим, основных статьи. Здесь выбрано четыре статьи. То есть просеки, подъездные пути, работа с населением и спецтехника. Определенная историческая ретроспектива позволяет сказать, что мы можем сбалансировать эти расходы так, чтобы сохранить эффективность, то есть чтобы иметь стабильный уровень потерь от лесных пожаров, с учетом всех прочих факторов. Либо, наоборот, сократить расходы при сохранении уровня потерь, либо, соответственно, оптимизировать так, чтобы сократился уровень потерь при неизменных расходах. В общем, три основных пути получается. Объединение сведений от различных предметных областей и ведомств, представление о альтернативных сценариях и поддержка их на контроле, чтобы как можно раньше отреагировать на то, что сценарий стал для нас финансово эффективным, и накопление исторических данных, и оптимальное, как следствие, оптимальное планирование расходов в будущих периодах. Вот три истории, на основе которых можно с определенной долей уверенности посчитать экономический эффект от инвестиций в ситуационный центр. И остается самое сложное место, это как раз стратегическое управление, и мы здесь предлагаем рассматривать такой подход, что стратегические инвестиции в ситуационный центр это инвестиции в накопление данных, в накопление опыта и обеспечение возможности использовать новых технологий, использование новых технологий управления на основе этих данных и опыта. И из этого тезиса следует то, что должно быть какое-то его подтверждение. Подтверждение этого тезиса, правильно экономическое, это действительно огромная история, но если мы будем опираться на общую статистику, то тезис начинает выглядеть достоверно. То есть давайте посмотрим инвестиции в накопление данных. Как мы видим, инвестиции в Бигдату в мире и в РФ увеличиваются от года к году, прогнозируется стабильный прирост в горизонте 2020 года. По темпам прироста нас обгоняет только Африка, Африка, ну потому что совсем Африка, ну и Средний Восток, да, потому что туда эта тема пришла последней, да, Штаты уже насытились Бигдатой, поэтому их темпы прироста пониже. И можно посмотреть, опять же, зарабатывают на больших данных компаний с каких отраслей. Мы идем, в смысле государственные предприятия идут сразу после телекома и инжиниринга и обгоняют IT и финансы страхования в рейтинге по использованию Бигдаты при выполнении основной деятельности. И, как отмечают эксперты, есть выделен набор проблем, связанных с внедрением больших данных. Это вопросы безопасности, вопросы бюджета, вопросы проекта внедрения, сложности интеграции, работа с поставщиками данных, их ограниченное количество. Эти вопросы в контексте ситуационного центра, в контексте тех предметных областей, по которым мы будем вести работу, в этом ситуационном центре, они решаются в рамках проекта внедрения. Деньги в это вкладываются. Поэтому ничего космического в том, что в ситуационном центре появятся большие данные, которыми можно будет пользоваться, нет. То есть, опять же, это подтверждает исходный тезис. И когда мы говорим не о данных, а об опыте, когда мы вместе с решением фиксируем весь контекст. То есть, решение, идем в пункт А. Решение, когда у нас зафиксирован контекст, мы находимся в пункте Б, обстоятельства такие-то. Мы хотим попасть в такой-то пункт с такими-то обстоятельствами. Таким пунктом является пункт А. Вот поэтому мы идем в пункт А. То есть, грубо говоря, паспортизация всех решений. Это позволяет использовать инструментарии и автоматизированные, и привлекать экспертов, чтобы впоследствии оценивать качество этих решений и их переиспользовать. Соответственно, если Big Data – это все-таки уже подтвержденная история успеха, здесь приводятся некие механизмы возврата инвестиций в Big Data. То есть, прирост эффективности клиентского сервиса, это для бизнеса, мы переносим на государственные услуги. Реагирование на запросы мы переносим на обработку жалоб гражданных, претензий по разным направлениям. Поставки активов, соответственно, они для нас сохраняются. Планирование тоже. И это, как я говорил, история, подтвержденная уже в бизнес-среде. Вызовы, которые перед нами можно поставить уже на основе этой Big Data, реализуемой через машинное обучение, потому что, в принципе, без данных машин ленинг не работает. Это уже следующий этап. Это анализ социально-экономической ситуации и принятие мер в случае выявления проблемных зон, повышение эффективности предвыборных компаний, контроль заболеваемости, сокращение времени обработки обращений граждан, повышение эффективности управления жилищным фондом, выявление недобросовестных управляющих компаний и другие задачи. По ним с этим перечнем. Этот перечень мне предоставили специалисты по машинному обучению, наши дата-сайентисты. И это тот прицел, который мы задаем нашему заказчику, когда он спрашивает, собственно, как ко мне будут возвращаться инвестиции в ситуационный центр. Через сокращение затрат, через работу с рисками сокращения потерь, через кейсы, которые нужно вырабатывать совместно, анализируя аспекты применения. Есть три способа. И через накопление данных и накопление и переиспользование опыта с прицелом на машинное обучение.